За минувшие сутки семь жителей республики, подключенных к услуге мобильный банк, лишились своих сбережений. Получив СМС-сообщение, они пошли по указанной в нем ссылке и подхватили вирус, очистивший их банковские карты. О новом виде мошенничества и превентивных мерах нам рассказали в МВД Почувашия. Вирусная программа попадает в смартфон через СМС-сообщение, содержащее различные ссылки. Если пользователь кликает на нее, то скачивается вредоносная программа, способная без участия абонента совершать операции с банковской картой. Хозяин даже не догадывается о том, что его телефон заражен и с его счета списываются средства. Вирусная программа полностью удаляет входящие СМС-уведомления от банка. В итоге деньги переходят на электронные кошельки злоумышленников. Чтобы этого не произошло, первое, никогда не нужно открывать незнакомые сообщения, особенно с не очень такими понятными номерами, потому что очень часто они поступают из других стран, такие сообщения. И необходимо на телефон установить антивирусное программное обеспечение. Хочу еще отметить, что нужно максимально осторожно обращаться с сотовым телефоном, который подключен одновременно к интернету и к банковской карте. Потому что достаточно легко можно запустить туда вирус, особенно если телефон не имеет антивирусного программного обеспечения и будут сняты денежные средства. Как вариант, можно подключить услугу управления банковским счетом к телефону, который не имеет выхода к интернету. Если вы заметили, что с банковской карты без вашего ведома утекают деньги, необходимо обратиться в кредитную организацию для получения подробной выписки о движении средств с указанием адресата получения переводов и заблокировать карту. Кроме того, возьмите у сотового оператора детализацию соединений по номеру, на которой подключена услуга «Мобильный банк». И с этими документами обращайтесь в полицию. Родион Архипов, Олег Якимов.